ребята всем привет с вами я снова алекс сегодня мне пришел мой долгожданный процессор шестиядерный процессор феном и так сколько бы меня ждал я уже не знаю где то наверное месяц вот сейчас покажу в какой он по ссылке пришел сейчас только закрою информацию вот такая обычная посылка вот это пакетик ну просто вот так да вот написано наверное то что пришел с финляндии странно то что из китая я конечно же чтобы удостовериться я вскрыл посылку на почте посмотрел целом все там на месте а то когда взял такое ощущение было как будто там ничего нету какой-то картон лежит так я конечно же его раскрыл вот развязал часть вот такой он какой-то красный что это не знаю блин не знаю короче и в сам вот он наконец-то так сейчас фокусируется камеру идиотского на вот все в принципе амдм чё давайте распакую его так осторожно вот он отлично камеры как всегда опять не фокусируется это в ее стиле ладно сейчас тогда хотя бы вот так покажу ну да камера как всегда вы еживается вот все видно то что здесь какие-то следы вот то что он ну конечно же он не новый он был конечно же вот так ну чё давайте разберем мой пока снимем крышку и поставим его и посмотрим работает он или нет и как вообще поведет себя мой компьютер с двух ядер до 6 а так давайте же распакуем тоже мою коробочку который лежат в которой лежит точнее моя отвертка термопаста кулер старый все здесь становится что нужно разобрать заявку поставить вот на отвертка давайте вскрывать наш ком точнее мой ком всего-то один болтик здесь стоит и все уже сколько восемь лет за восемь лет он потерял несколько болтиков ну в принципе вот так быстро а вот теперь запара будет то же самое заново как печат с кулером так давайте его отключим так все я его снял как-то быстро скажу даже не люблю я наносить заново термопасту конечно давайте вот и все вот мы старый процессор так сейчас его вытащу на весь такой грязный сейчас его уберу так его суда ножки все целый сам так мою лопаточку надо почистить а то она вся волосах к это грязно еще сейчас и пойду я почищу почистил я лопатку зато вот как я ее круто почистил так ладно сейчас я возьму свой процессор и как говорится нанесу термопасту и размажу все давай сейчас так я поставил все термовой поставил нанес термопасту теперь надо вот этим уголком посмотреть где у нас там уголок и поставить короче все я поставил короче процессор теперь сейчас буду мучиться с кулером ух ты на этот раз даже очень быстро я поставил буквально даже минуту не прошло так вот теперь я сейчас его подключу и запустим наконец-то точнее соберем а потом уже запустим пока я посмотрим ну вот все в принципе вот зато и запачкал всю крышку но зато сейчас будем подключать его ничего ребята все поставил уже его давайте запустим и посмотрим чё же будет так ну пока запустил связку так хотя вот моя новая мышка вот она хотела показать ее уже кратко покажу сейчас все за пачку термопасте так в принципе все вот он как быстро работает стал очень быстро работать так фокусировка опять не работает сейчас зайдем в цепь у z так это что наверное успешно так делать нам у нас там цепь у z вот цепь у z господи когда себя уже приобрету штатив для камера так нажимаем на на чем посмотрим еще потом зайдем диспетчер куда диспетчер устройства диспетчер задач потом еще зайдем другую программу и так короче я так не буду вести съемку с телефона сделаю съемку короче то есть съемку сделаю с монитора экрана с баняками как хотите так говорите ладно так получается что сейчас зайдем цепь у z так ребят я хочу короче показать если вот у кого например новый процессор вы купили себе да например когда вы заходите в цепь у z сейчас зайдем так отлично вот короче число активных ядер процессора 6 число активных логических процессоров 6 допустим когда ты купил себе четырех ядерный процессор или 6 или 8 или 16 не знаю сколько там процент и например ты ну за куда запускаешься тут цепь у z у тебя написано например два ядра да а и ты думаешь чё это чё вообще что ли меня надурили типа подсунули мне какую-то китайскую хрень которая не работает на самом деле два ядра типа они шесть якобы ты так думаешь да а потом на самом деле все очень просто то есть чтобы у тебя отображались все доступные ядра вот допустим даже зайдем диспетчер задач быстродействие вот как видите хронология загрузки цп 3 3 6 там да то есть окей допустим чтобы отображались все ядра надо зажать вин плюс р набрать мс конфиг нажать окей нажимаем да здесь заходим в загрузку дополнительные параметры и здесь ставим получается если у вас здесь стоит галочка да вот допустим стоит галочка и там написано например два и больше нету да вы убираете галочку потом перезагружайте пк заходите обратно нажимаете число процессоров и выбираете сколько процессоров здесь и просто нажимаете ok нажимаете применить вот все отлично в принципе все вот так вот я хотел показать то есть до этого у меня было здесь два ядра тоже потом два ядра я заходил даже в короче в свойства пк то есть да и даже заходил в какую-то программку не помню вот это программа вот спеси или как или из спектру спейс какой-то сейчас зайдем даже в центральный процессор и как видите здесь ядро 0 ядро 1 ядро 2 ядро 3 ядро 4 ядро 5 вот они работают так вот температура конечно же 47 градусов это понятно ну в принципе все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока